всем приветики ну вот и пришла пора сделать обзор на мой эндоскоп распаковку я на него когда-то уже делал ну а сейчас спустя год или два не знаю будет обзор вот в общем для того чтобы им пользоваться нужен телефон и приложение для телефона либо компьютер собственно вот она коробочка которая тогда пришел и инструкция в инструкции сказано что для того чтобы им пользоваться надо скачать надо скачать программу для телефона это либо юсб камера либо ан 98 для компьютера vf play cup вот и на телефоне на телефоне мы скачали такую программу вот у меня я 2 их скачал ан 98 и юсб камера ну и собственно ан 98 мне больше нравится но ан 98 работает только на старых телефонах на новых таких ход как этот как хонор 20 на которой еще снимаю работает только юсб камера а этот не работает ну и собственно разъемы вот они разъемы если у нас есть для компьютера разъем юсб шный для микро юсб и для тайп си соответственно что я думал так вот вставляешь она должна работать на самом деле это переходник вставляешь вот это в тайп си а сюда уже вставляешь микро юсб я сразу этого не понял просто так вставлял и думал почему она не работает вот ну так получается вот мы открываем камеру ан 98 вставляем сюда разъемчик самое интересное она отходит она отходит и отставляю а она не работает и вот нужно как-то так повернуть боком или как-то так чтобы она заработала вот сейчас заработала или нет мой другое приложение зачем-то открывается так сейчас я настрою ну вот в общем то я настроил получается вставляешь камеру и немножко юсб и провод на себя тянешь чтоб он прижимался и тогда она работает просто здесь у меня разъем уже в самом телефоне наверное слабоват и болтается поэтому отходит вот ну а камера здесь настройки и простые что мне нравится в ан 98 здесь нужно выбрать поворот какой тебе нужно то есть вот можно поворачивать картинку как хочешь продавить по картинке непонятно что делается вот вставим допустим туда я специально эту коробку принес сюда вот она в коробке здесь можно либо поворачивать либо на 180 ну то есть удобно либо отражать вертикально либо горизонтально но по настройкам можно только выбрать разрешение или растяжение экрана можно сделать фотку либо записать видео но почему-то при видео у меня выключается нажимаешь видео но почему-то выключается но в этой камеры все то же самое здесь вот есть когда подключаешь иначе спрашивает используете ли приложение usb камера по умолчанию рода как-то он так непонятно именно на этом телефоне работать на старом на компьютере и на более новом телефоне получше работает ну вот и здесь в принципе то же самое меньше настроек поворота она просто вращается зеркально там горизонтально нельзя отражать зато запись фото и видео хорошо работает без проблем а в том приложении почему-то когда начинаешь записывать видео выключается приложение ну а настройки только разрешение все ну и собственно а кстати вот эта штучка регулятор позволяет вспышку либо выключать либо включать чем больше крутишь чем тем ярче вспышка ну и вот засовываем туда и можем там покрутить посмотреть вон она в коробке выход из коробки это он он выход там открытые то есть мы смотрим сюда а видим дело то что делается там он он выход из коробки то есть можно заглядывать какие-то недоступные места ну либо можно 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 заглянуть например вот допустим сейчас хопа и глянуть что там делается ну там все нормально чистенько так так ты точно не заглянешь взглядом глазами ты так точно не глянешь там нужно какое-то зеркальце но эта штука позволяет вот на регулятор как раз таки сейчас не отключиться вот он чем больше крутишь там такую шестерек крутилочку тем ярче она горит вот такая вот штучка мы плюс есть насадочки чтобы удобнее было пользоваться где-то зацепиться магните где-то при магните соплю зеркальце вот так что такой вот наборчик ну а на этом телефоне работает только одно приложение вот это usb камера ну а здесь есть гайд как подключаться плюс чтобы сюда подключиться нужно надеть вот эту штуку сюда как переходник а потом уже вставить сюда после этого вот она появится использователи по умолчанию ты все вот она то же самое например вот так вот такая вот штучка ну и на компьютере еще можно пользоваться кстати как нажал что соглашаешься чтобы использовалась по умолчанию то когда вставляешь камеру оно само будет открыть приложение по идее а надо нажать запомнить да и теперь когда вставляешь то тогда само будет открываться приложение и тебе просто нажать старт и все и вот оно работает так что такая вот штучка но еще на компьютере можно пользоваться ну а компьютеру подключаем таким вот образом ну и когда вы подключите компьютеру у вас высветится такое окошко что найдены драйвера дальше вы открываете программу вейф play cap и вот ваша ваша камера вот она смотрит если она не сама не выбралась вы ее выбираете через девайс выбираете камеру ну и вот выбираете разрешение где-то там оно было разрешение вот он формат она может быть маленькая вы выбираете большое ну и все и дальше уже уже пользуйтесь камерой и компьютеры конечно же круче на большом экране а то она вблизи хорошо видит чуть подальше начинает расплываться ну это ну как то макро камера она более для близкого вот так что можете пользоваться ну и плюс вспышка на ней есть вот так с подсветкой вот так без вот так что такая вот камера довольно таки удобно то есть вы можете заглянуть в те места в которые бы вот она крутил . и вспышка ярче горит ну и вы можете использовать так как то есть благодаря ее вы можете увидеть то что вы никогда не увидели глазами вон как все хорошо видно вон даже видно серо где то вон там вдалеке вдалеке куда палец не залезет а так вот если так как люди смотрят так все здесь чистенько а то что там в глубине так так и должно быть так даже врачи говорят что там должно быть она типа защищает от микробов вот так что такая вот такой вот эндоскоп ну а на этом все всем пока опять ее надо о а и а и а но а а а и